Прежде всего, благодарю всех, кто пришел сегодня послушать мою лекцию. Благодарю Михаилу Марковичу за лестные слова. И должен сказать, что действительно вот эта программа, которую мы сейчас начинаем, программа по исторической памяти, с моей точки зрения, чрезвычайно актуальна. Как вы, вероятно, знаете, у нас в стране сложно выстраиваются отношения между теми, кто хранит памятники архитектуры, различные ландшафты и властью. Вы знаете, что у нас большие проблемы в этом поле. Но, как правило, те, кто сносят или повреждают исторические памятники или наносят какой-то поправимый или непоправимый ущерб историческим ландшафтам, они, как правило, отделываются, в лучшем случае, легким испугом. Но совсем недавно руководитель муниципального объединения Бородино получила пять лет тюремного заключения, пять лет тюремного заключения не условного, а реального, и колоссальный штраф за то, что позволило себе какие-то махинации с земельными участками на Бородинском поле. Вот есть такое представление, что анекдот, понимание 19-18 века ярче характеризует эпоху, чем данные из статистики, не про экономистов будет сказано. Но, понимаете, это удивительно. Человек попал под юбилей. Понятно, что совершались преступления и проступки несопоставимые по масштабам с тем, что сделала это несчастная женщина. Понимаете, несопоставимые. Но вот вам показатель. В 200-летие войны 12-го года человек понес такое наказание за что? Фактически ведь за оскорбление исторической памяти народа. Потому что она продала несколько соток земли в наших условиях, как вы понимаете, это вещь совершенно смешная. И именно поэтому нет более мифологизированного события в революционной истории России, чем война 1812 года. Я думаю, что все с этим согласятся. Что война 1812 года – это одна из самых занимательных глав российского исторического романа. Если понимать нашу историю как роман, то это одна из самых захватывающих глав, которые читаются, перечитываются. И считается, что ее знают лучше всех. Я должен сказать, что всегда студенты с большим удовольствием, с выдыханием, узнают, что они вытащили билет в 1812 год. А когда билеты по выбору во время экзамента, они с большим удовольствием выбирают именно в 1812 год. Потому что они твердо знают, что этот они знают лучше всего. И я должен сказать, что я тоже войной 1912 года так более-менее основательно стал заниматься все года 4 назад. И все эти 4 года у меня нарастают ощущения… Я могу сравнить с ночным кошмаром. Когда ты начинаешь проваливаться, цепляешься и летишь, летишь, летишь. И никак не можешь остановиться. И вот когда я стал читать литературу о войне 1812 года, я понял, что вот именно такая ситуация у нас в историографии. Несмотря на колоссальное количество работ, и, наверное, только декабристы могут выступить достойными конкурентами истории 1812 года, но, я бы сказал, вот этот роман, как мне кажется, по-настоящему еще не написан. И, конечно, в большей степени внимания будет уделено как раз вот этому войне 1912 года, как российскому историческому роману, как он складывался. Но первую лекцию я бы хотел построить совершенно иначе. Дело в том, что я, так сказать, использую такую формулировку, знаете, как «цитпо». Так вот я «цитпо» Фирсов Борис Максимович на прошлой конференции. Борис Максимович, обращая внимание на то, что мы больше говорим о образе реформ Александра Второго, чем о самих Александровских реформах, привел слова, процитировал слова из записной книжки Ильфа и Петрова. «Всю дорогу пели волжские песни, играли в карту, а на Волгу так и не взглянули». Так вот, чтобы у нас не получилась такая история, что мы будем говорить, так сказать, как война это представлялась, а что, собственно, происходило, мы это оставим, так сказать, для учебников, для юнкерских училищ, кодельских корпусов. Так вот, если мы посмотрим, не знаю, литературу, библиографические справочники, энциклопедии, то мы увидим, что война 1812 года с разной степенью акцентированности отделена от всех прочих военных конфликтов конца 18-го, начала 19-го века. Вот, так сказать, войны и прочие в большинстве своем проходят там в рубрике «Внешняя политика России в первую четверть, в начале 19-го века, в конце 19-го». То есть, она такая отдельно, да? 1812 год отдельно, а все остальное отдельно, да? Повторяю, с разной степенью акцентированности. А в то же время, я просто позволю себе напомнить, что то, что называется наполеоновской эпохой, наполеоновскими войнами за этот период, мы имеем, кроме Отечественной войны самой, 1812 года, мы имеем участие русского флота в действиях антифранцузских коалиций 1793-1995 годов, польские компании 92-1994 года, действия русского флота в Средиземном море 1798 и 1806-1808 годов, швейцарские и итальянские походы Суворова 1799 года, голландскую экспедицию 1799 года, персидский поход 1796 года, ну, про боевые действия на Кавказе, на Северном Кавказе я вообще не говорю, да, они там перманентно были, да, русско-австрийская война, самая неизвестная война России, русско-австрийская война 1809-го годов, да, о которой не написано абсолютно ничего, понимаете, о которой нет в массе военных справочников, понимаете, то есть такой войны, как бы и то не было, это была особая война, с русской стороны было убито 4 человека, понимаете, может быть, поэтому. Дальше. Русско-турецкая война 1806-12 годов, русско-шведская война 1808-1809 годов и, наконец, заграничные походы 13-14 годов. Суммарная протяженность этих кампаний более 300 месяцев. Там, знаете, трудно считать сколько. Суммарная, повторяю, 300 месяцев боевых действий, то есть 300 месяцев записанных в послужные списки лицам, которые в этих войнах участвовали. А сколько длилась кампания 1812 года? Пять с половиной месяцев. С 12 июня, ну, грубо говоря, по 1 декабря, там, правда, ну, со всеми, со всеми, что называется, продолжениями, 6 полгода. Итак, 6 месяцев и 300 месяцев. Но все эти 300 месяцев оказались под глубокой тенью исторической вот самого войны 1812 года. Причем практически все эти конфликты таким или иным образом связаны, вот, так сказать, с тем, что произошло вот в эти 6 месяцев. Ну, начнем с польской кампанией 92-го, 94-го года. Сразу оговорюсь, что мне в силу, так сказать, обстоятельств придется говорить в таком телеграфном стиле, там, с известным схематизмом, так, чтобы меня извинять. Итак, всем известно, что в 12-м году польские контингенты были самыми боеспособными в французской армии, так сказать, не французскими контингентами, в армии Наполеона. И объяснение этим довольно простое. Значит, поляки надеялись на восстановление польской государственности. Точка. И польская карта была всегда очень важной в французской колоде французской политики, и поэтому мы видим то, что мы видим. Надо обратить внимание, какими щедрыми были награждения после подавления восстания 1994-го года. Колоссальное. То есть, там был дождь наград в виде орденов, золотого оружия, земельных пожертвований и так далее. Такое впечатление, что мы полмира захватили. Это было великое достижение. Считалось, что был решен польский вопрос. То есть, Польша была ликвидирована. Это было колоссальное. И польский вопрос, он так, как мы знаем, и остался важнейший во внешней и внутренней политике России до самого конца имперского периода. Ну, и опять же, так сказать, повторяю, анекдот против статистики. Русский офицер, женатый на полячке-католичке, лишался преимущества ряда льгот по службе до конца имперского периода. Считалось, что поляк может не изменить, а русский офицер, женатый на полячке обязательно изменит. Далее. Значит, на персидский поход 96-го года, как мы знаем, Екатерина II, демонстрирующая постоянно свою приверженность деяниям своего предка Петра Великого, в 1796 году был предпринят персидский поход. Причем, не такой авантюрный, какой был при Петре Великом, а более продуманный и проработанный. И предполагалось создание христианского государства в Закавказье. И так все очень так было фундировано, готовясь. И императрице не повезло, она умерла, а Павел I был, у него были принципиальные мои взгляды на политику на Кавказье, и войска из Закавказья ушли. Но при чем здесь, казалось бы, такая война? Дело в том, что Восточная Закавказья и Персия традиционно считались одним из местом геополитического соперничества России и Франции. И в конце 19-го, начале 18-го века европейские державы боролись не только на материке. Вспомню, что Наполеон, имея такие проблемы в Европе, тем не менее, послал войска на Гаити, карты нету, но я думаю, все представляют, где это. На Гаити, какие-то были проблемы в Северной Америке, были проблемы в Азии. То есть борьба между великими державами уже не происходила исключительно в пределах Старого Света. Поэтому известие о том, что происходит в Закавказье, вообще во Франции воспринималось с большим вниманием. Дальше. В этом же ключе можно расплачивать русско-персидскую войну 1804-1813 годов. Кстати, война, которая тоже не написана ни одной серьезной монографии, а в то же время ничтожными силами, какие были у русских, была захвачена примерно две трети того, что затем составляла территорию советской Армении и Азербайджана. То есть примерно две трети территории ничтожными силами началось то, что последствия назвали покорением горцев Северного Кавказа, потому что была впервые покорена зона, территория, населенная горцами, Белоканы, Джаро-Белоканское и Лисуйское ханство, вот этот регион, который до того считался зоной влияния Персии. Причем о внимании к той и другой войне, я поговорю, когда будем говорить о памяти войне, о памяти о войне 12-го года. Но в те времена, в самом начале 19-го века, боевые действия, они шли параллельно, видите, с наполеоновскими войнами. Это было, несмотря на время, на какие-то отдельные неудачи, в целом война была успешна, и она ложилась таким, знаете, бальзамом на национальное самолюбие. И неслучайно у Пушкина в Кавказском пленнике есть «Тебя я воспою герой, а Каталеревский бич Кавказа, куда не мчался ты грозой, твой ход как черная зараза, губил, ничтожил племена» и так далее. Генерал Петр Степанович Каталеревский легендарная фигура, ныне забытая и известная только историком, в основном историком военного дела, а в те времена это была чрезвычайно каждый образованный человек знал, кто такой Каталеревский и что он сделал. Вот он победоносно закончил войну 1813 года. Традиционно в историографии указывается, что первое столкновение русских с французами в период коалиции это действия русского флота в Адриатике, о котором мы поговорим позже, и русские походы Суворова в Италии и Швейцарии. На самом же деле дразнить, что называется, гальского петуха в этом плане мы начали раньше. Первый раз Россия выступила против Франции, тогда еще совсем не наполеоновской, почти не наполеоновской, в 1993 году в составе сильнейшей коалиции, в которую вошли практически все государства Европы, от Англии до Сардинии и мелких германских государств. В Северное море отправили весь Балтийский флот, просто собрали весь флот и отправили в Северное море к берегам Голландии, которая в то время находилась под берегам Франции и Голландии. В 1995 году было заключено русско-английское соглашение и еще одна эскадра отправилась, которая даже зимовала в Англии в зиму с 1995-го на 1996-го и с 1996-го на 1997-й год. Причем, надо сказать, что мы тогда англичанам сильно помогли, у них были неприятности с матросами, там бунтовали матросы на Бритонской, и фактически в крейсерство к берегам Франции выходили русские корабли. Затем, опять же, компания, так называемая голландская экспедиция 1799-го года, которой нет, опять же, о которой нет ни одной монографии у нас, при всей нашей любви к истории, в том числе к военно-полевой, и даже нет карты. Знаете, была проблема, так сказать, найти более-менее подходящую карту. Так вот, в 1799-м году мы, так сказать, повоевали в Голландии. В Голландию была отправлена русская экспедиция, которая вместе с англичанами попыталась, так сказать, выбить французов из Голландии. Надо сказать, что кончилось это все очень печально. В сражении под Бергеном в 1799-м году русская армия потерпела, скажем так, 30 августа поражение, и затем англичане сумели, так сказать, захватить Голландский флот. Их, с их точки зрения, главная задача войны была выполнена. Они, так сказать, прохладно отнеслись к положению своих русских союзников, которые там голодали, замерзали и прочее, и в конце концов русский корпус был оттуда эвакуирован. Суммарная численность русских войск, которые были доставлены, была 12 тысяч, так что это не маленький отрядик был, так сказать, очень серьезный. в 1798 году русское правительство встревожилось известием о сборе огромного флота в Средиземноморских портах Франции и встревожилось потому, что ходили упорные слухи, что весь этот громадный флот в союзе с турками, благодаря союзу с турками, пройдет через Черноморские проливы и обрушится, так сказать, на южное побережье России. И Черноморский флот получил приказ, так сказать, у Босфоров встретить французов и прочее. Но выяснилось, что французы в Черное море не собирались, это была подготовка известной египетской экспедиции Наполеона. Ну, как известно, турки традиционные и верные союзники и Франции настолько были напуганы активностью французов в остатке Средиземном море, что согласились заключить союз с Россией, пропустить русские военные корабли из Черного моря в Средиземное и вообще все считали, что все в мире перевернулось, что русские вместе с турками воюют против своих верных союзников французов. Значит, русская эскадра под командованием Ушакова сумела вытеснить, взять укрепление на так называемых ионических островах. Так, секундочку, где у нас тут? Вот тут картиночка «Остров Корфу» знаменитая. Надо сказать, что, отдавая должное умению и героизму русских моряков и, так сказать, армейских частей, которые были на кораблях незначительных, надо сказать, что, конечно, история действия русского флота в Средиземном море, она вот так же является такой, не поверьте, как во слово сказать, несколько раздутой по своему военному значению, потому что, конечно, какого-то решающего стратегического значения захват нескольких крепостей в Средиземном море особого значения особого значения не имело. Чего нельзя сказать про итальянские, швейцарские походы к Суворова. Ну, вот как раз, поскольку итальянские, швейцарские походы к Суворова, все эти истории про чертов мост, так сказать, и прочие вещи, это такая очень важная часть национального нашего исторического романа, как раз вот по этим походам литература колоссальная, начиная с основательных монографий, написанных такими историками, как Дмитрий Алексеевич Милютин, будущий военный министр, пятитонная история, пять пухлых томов по 500 страниц каждой. И плюс еще, ну, я думаю, что около десятка серьезных работ есть по истории итальянского и швейцарского походов. и я позволю себе, так сказать, минимально поговорить об этой части и сказать только об одном моменте. Значит, всегда, когда говорится о походе, о переходе Суворова через Альпы, как-то несколько затеняется в момент, что это было отступление, так сказать, отступление вынужденное. И отступление вынужденное по той причине, что потерпел поражение другой корпус русских войск, находившийся в Швейцарии, корпус римского Корсакова. Обычно в литературе так говорится, в связи с тем, что корпус римского Корсакова потерпел поражение, значит, вот Суворов, и дальше про Суворова, а про римского Корсакова, так сказать, не услуг. Так вот, надо сказать, что поражение римского корпуса, римского корпуса, римского Корсакова было катастрофическим, да, то есть он был, значит, позволяя себе спортивную терминологию, так сказать, он был разбит на ноль, да, потеряв, что называется, артиллерию, обозы, ну, то, что называется, полный разгром, да, он был разгромлен, рассеян и прочее, да, вот, ну, достаточно сказать, что он потерял около 50 пушек, так сказать, скажем так, не менее 50 пушек, всегда, когда заходит разговор о том, сколько что потеряно, там всегда цифры такие, знаете, разные, да, но как бы не менее, да, знаете, когда 50 пушек теряет какая-то армия, это уже серьезно, да, потому что долгое время, как вы знаете, потери пушки приравнили к потере знамени, да, это была не только потеря материальной части боевой, да, но это был еще неоспоримый признак разгрома, потому что если армия бросает артиллерию, да, ну, там, конечно, можно там случайно потерять одну, две, три, там, десять пушек, понимаете, там, понятно, война есть война, да, но когда теряется, так сказать, когда счет идет на десятки, это уже неоспоримый признак такого основательного разгрома, да, и, вот, так сказать, вот швейцарский поход от Суворова и вот этот знаменитый переход через Альпы, это в значительной степени та часть, так сказать, тот кусочек вот этой главы исторического российского романа, это героическая, ну, как бы глава Суворов, да, так вот глава Суворова должна была закончиться героической, да, и поэтому вот этот переход, он у нас следующим образом представлен. Надо сказать, что солдаты кавказского корпуса, да, и офицеры кавказского корпуса, российского, когда они читали, ну, так сказать, каким-то образом узнавали о том, как это происходило, то они не очень понимали, так сказать, вот тональности высказания, потому что для них это была рутина, понимаете, то есть, а они по-другому, по кавказским горам не ходили, понимаете, но вот, понимаете, вот таких памятников им, так сказать, по крайней мере, так они в память национальную не врезались, скажем, да, но они относились к каким-то вещам, с не очень большим пониманием. Итак, да, понятно, что кампания 799 года и 800 года закончилась, ну, поражением, понимаете, поражением, да, русские войска ушли. Значит, в 804 году сформировалась, называемая, третья антифранцузская коалиция, да, и в 805 году можно сказать, все закончилось сражением при Аустерлице, да, вот, причем Аустерлийское сражение, это самое крупное, то есть, вот эта кампания 805 года закончилась самым крупным поражением сухопутных войск России 19 века. Там есть споры, Мугденское сражение считать самым крупным поражением русской армии в имперский период, или, вот, Аустерлицкое, да, ну, если это уже был 20 век, если 19 взять и 18, да, то это самое крупное поражение русской армии, вот, скажем так, 18-19 веков, да, там даже Нарва Петровская, она по сравнению с Аустерлицем как бы не идет ни в какие, ни в какие, ни в какое сравнение. И вот здесь как раз я и позволю себе несколько слов сделаю такой небольшой экскурс в военное источниковедение. Военное источниковедение. То есть, что прочитали жители России после того, как русская армия потеряла четверо своего состава убитыми, ранеными и пленными, оставила в руках противника практически всю артиллерию и более 40 знамен. То есть, такого не было никогда. Что читали, что прочитали россияне, то есть, официальное извещение. 20-го числа произошло кровопролитное сражение при Аустерлице. Несмотря на многочисленность неприятеля, армия предводительства генералом Голенищевым Кутузовым, присутствие императора своего, сражаясь со свойственным ей мужеством, храбростью и неустрашимостью, покрыла себя неувидаемой славой. По окончании сражения почти до самой полуночи русские войска стояли ввиду французов, которые не дерзали уже более возобновлять своих нападений, а потом по данному им повелению двинулись к местечку Чечу по дороге, ведущей к Венгрии. Точка. Это вот то, что узнала Россия, что произошло 20 ноября 1805 года. Надо сказать, что здесь сказана чистая правда. То есть ни одного слова лжи. То, что сражение было коррупулитным до 20 числа, неприятельно многочисленный предводитель генерал Гленищев-Кутузов, Гленищев-Кутузов, присутствие императора в присутствии, покрылся неувидаемой славой, бесспорно, потому что целый ряд частей брались действительно отважно. Никогда не было к храбрости солдат и офицеров, претензий не было никогда. Все честно. По окончанию сражения российские войска стояли на виду французов, действительно, потому что французы уже были, вражаясь их же французским языком, кривее, понимаете, они уже настолько иссякли в преследию русских войшек, что русские войска стояли у них на виду, они просто уже не могли за ними гнаться. пушки у них, знамена у них, армия рассеянная, ну, чего еще тут, понимаете, да? Вот. А потом по повелению царскому они пошли к местечку Чечу по дороге к Венгрии. Абсолютно. Понимаете? Вот если попробовать сказать, а что это такое? А чистая правда, не слово лжи, понимаете? Вот это умение писать, да? Вообще, надо сказать, что потом было написано вообще изучение событийной части военной, да? Это вещь очень такая неблагодарная. Неблагодарная. Потому как, когда есть два документа, два документа, две реляции Кутузова, о том, как вот это все вышло. То есть две реляции Ада. Причем одна реляция правдивая, причем сам царь сказал так, одну, так сказать, для меня, чтобы я один прочитал, а другую для публики, скажем. И вот судя по реляции, которая для публики, войну, вот это сражение австралийское проиграл не император, да, то есть не императоры Франц и Александр, не многочисленные там генералы от инфантерии, полные генералы, понимаете, даже не генерал-лейтенанты, даже не генерал-майор, и даже не полковники. Сражение проиграл подполковник новгородского полка Монахтин, понимаете, вот, ну, как получилось, так сказать, вот шли-шли, понимаете, да, причем начинается очень бравурно все. И потом вдруг вот на Прасовских высотах, понимаете, неосторожно опрометчивый подполковник Монахтин с двумя батальонами новгородского полка вот, так сказать, пошел, наткнулся на противника, противник его опрокинул, ну, и потом, понятно, да, значит, побежал подполковник за подполковником, полковник генерал-майор, потом генерал-лейтенант и в конце два императора со свитой, понимаете, все побежали, понимаете, ну, так получается, да. И вообще, вот, из всех виноватых, вот, кто вот, кто отступал, понимаете, вообще отступал только два батальона новгородского полка вместе с подполковником Монахтином, понимаешь, да, то есть, знаете, какой стрелочник такой нашли, даже подполковника пожалели выбросить, знаете, как это, на копье стрельцам, да, выделили это подполковника Монахтином. Потом, в следующем рапорте, который был через две недели написан, уже, кажется, подумавшись, смутившись, решили, что, ну, как-то, ну, совсем неудобно, да, получается, подполковник, и потом, жалко человека, представляете, виновник гибели двух империй, можно сказать, да, подполковник. В следующем рапорте написано следующее, что действительно, ну, как бы, виноват он, это верно, но надо его понять, понимаете, у него было два батальона, а против него было 40 французских батальонов и во главе с самим Наполеоном. Ну, ну, бросьте в такого человека камень, понимаете, ну, бросьте в такого человека камень, понимаете, с двумя батальонами, против 40, да еще во главе с Наполеоном. Есть стрельщики, которые убрали, так сказать, из-под удара, А ещё прекрасная сочинённая часть рапорта о том, куда пушки девались, надо было как-то объяснить, куда пушки делись. И вот тут начинается первое. Во-первых, всегда во всех военных рапортах большая находка – это наличие союзников. Если союзники, всё спихивается на них. И понятно, что в реляциях об Аустерлице первыми побежали австрийцы. Ну понятно, кто же побежал. Австрийцы побежали. Ну и они там всё делали не так, вот и за них проиграли сражения. Это первое. И с пушками так, что ни одна пушка во время боя не была захвачена, а уже потеряли их, когда уходили из-под Аустерлица. И сначала написали, что австрийские проводники виноваты, повели не по той дороге. Ну как-то, что все 160 пушек, понимаете, повели один австрийец какой-то не по той дороге. Ну как-то… Вот видно, как в тексте, как он рос, да? Дорога казалась непроезжая. Ну видно, кто-то сказал, что у нас в России все дороги непроезжие. Как бы, так сказать, Эвана удивили, понимаете, непроезжей дорогой, да? Тогда непроезжей дороге добавили сломанный мост. Ну, со сломанным Аустом уже как бы всё серьёзнее, да? Ну а когда, чтобы предвосхитить вопрос, а чего ж мост-то не починили? Понимаете? Тогда написали, что французы наседали и не смог прикрыть артиллерии. Петр Иванович Багратион. Понимаете? Багратион оплошал, ему доверили артиллерию прикрывать, а он вот так, понимаете? Петр Иванович здесь появился не случайно. Петр Иванович Багратион был в фантастическом фаворе после сражения под Шенграбиным, а это был вообще бог, понимаете? Это был бог Марса, понимаете? Добавок ко всему, он был в абсолютном фаворе у Александра I, просто в максимальном фаворе. Знаете, вот, ну, как вы знаете, у Самарина бывают такие поступки любви к кому-то, да? Это они то одного выберут, любят безумно, то другого. Вот как раз и был период любви между Александром и Багратионом. Понимаете? И тут вот, понимаете? Вопрос ясный. Если Багратион не смог, ну всё, понимаете? Какие вопросы, да? Какие вопросы? И вообще, если вот подходить к военным рулясам как к жанру, понимаете, то там много всяких таких, где из документов в документы идут всякие такие штучки. Например, часть, если отступала, да, то там указывается, что командир либо ранен, либо контузен, да? Ну, имеется в виду контузия пулевая, да? Пули на излёте, они, так сказать, ушибали, они, так сказать, не повреждали ткани, да? То есть раны не было кровоточащей, а просто был сильный ушиб. Вот. Так вот, либо ранен, либо контужен. Если он ранен или контужен, часть, оказавшаяся без командира, может... Что? Что-то уронил? А можно подожить? Да, да, да. Вот это? Нет, не будет. Только потоп. Сенсорно слышно. Часть, оставшаяся без командира, может отступить, да? А командир ранен, понимаете? Поэтому никто не виноват, так сказать. Не солдаты, которые не имели, так сказать, на собой команды, да? И командир не виноват, чтобы часть отступила. Почему? Ибо ранен, понимаете? Это вот... И потом вот все реляции, они примерно так вот. Все реляции о несчастьях, они выглядят примерно так, значит. Около половины, то есть начальная часть. Это, в общем, бравурно. О том, как мы, так сказать, наступали, наступали. Удачи, 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 удачи. И так все крещено, нарастает, нарастает, нарастает. Потом примерно четвертиночка идет так называю... Я его называю балласт. Это такие необязательные слова. они должны выступить в роли прокладки между бравурным началом и пессимистическим, так сказать, таким, я говорю, неоптимистическим выводом, что из этого всего вышло. И вот в реляциях о аустралийском сражении там такое бравурное начало, причём чистая правда, как там колонна Багратиона хорошо действовала, как хорошо действовала колонна Лонжерона, всё чистая правда. Потом идёт непонятный текст, знаете, как будто вырезаны из телефонной книги, какие там вложены страницы, о том, какие войска были в какой колонии. То есть совершенно не такая необязательная информация. Она должна быть такой прокладкой между. И в конце написано, вот, подполковник Монахтин, понимаете, побежал, понимаете, за ним побежали все остальные. Это вот такая, так сказать, обычная совершенно вещь. И надо сказать, что, понимаете, вот и 12-й год, и 5-й для нас равно далеко. Но между 12-м и 5-м годом всего 7 лет, понимаете? И масса людей, которые, так сказать, вот участвовали в войне 5-го года, они потом были в 12-м, понимаете? И вот эта память об этом поражении, понимаете, и жажда, что называется, отомстить, поквитаться была очень сильной. Затем произошла, ну, понятно, война кончилась печально, так сказать, русские войска ушли в свои границы. Потом состоялась русско-прусская война 806-807-го годов. Так, это вот австралийская операция. Вот, ее так еще называют русско-прусско-французская война 806-807-го годов. Значит, в 806-м году Пруссия, как известно, была уничтожена как военная сила. Просто, знаете, Наполеон была такая, оказалось, что вот прусская военная сила, это не что-то реальное, а просто что-то написанное на доске мелом. Понимаете, пришел Наполеон, мокрый арберрат и стер, понимаете, вот так, без усилий. То есть, еще, пожалуй, ни одна военная система не рушилась таким грохотом и треском, как Прусская в 1886-м году. Вот, ну, правильно, это просто в пыль, пыль. Просто в пыль. И поэтому, да, Россия решилась, так сказать, вступиться, причем сначала предполагалось выступить союзником в Пруссии, но потом оказалось, что придется воевать в одиночку, потому что, ну, русская военная машина была уничтожена. И очень любопытно выглядят слова манифеста о объявлении о войне Франции. Меч, извлеченный честью на защиту союзников России, колик из большей справедливости должен обратиться в оборону собственной безопасности Отечеству. Потому что войну сначала начинали как союзность, что туда пойдем, а когда французские войска оказались вблизи российских границ, то возникла опасность, что побоевать-то придется на своей территории. И надо сказать, что война была объявлена, вот эта война была уже объявлена священной. То есть в 1807 году, у нас считается, что война с Наполеоном в 12-м году была объявлена священной. Официально священной она была объявлена в 1807 году. Потому что для моральной мобилизации Святейший Синод по воле императора Александра предписал называть Наполеона антихристом и исчезнем ада. Каждое воскресенье и по праздникам в церквях России читали особое объявление Синода, в котором Наполеона обвиняли в поклонении, в кавычках, истуканам, человеческим тварям, блудницам и идольским изображениям. Было сказано, что будучи в Египте, он приобщился к гонителям Церкви Христовой, проповедовал Алкаран Магомедов, объявил себя защитником мусульман, торжественно выказал презрение к пасторам Церкви Христовой, наконец, к вящему по сравнению он и созвал во Франции иудейские синагоги, установил новый великий сангидрион еврейский и вообще собирается объявить себя мессией. Такое было объявлено, что, как говорится, остается только... Трудно сказать, насколько это было воспринято в России, но, по крайней мере, о том, что все-таки народ воспринимал подобные вещи, одно свидетельство я нашел. В 1807 году из Астрахани в Пруссию двигался калмыцкий полк. Все было в эти годы сформировано, четыре калмыцких полка, простите, три калмыцких полка. И калмыцкий полк шел, и в районе Тулы, в каком-то уездном городке, из церкви выскочил дьячок и ударом дубины на повал уложил одно из садников калмыцкого полка. Когда у дьячка у этого стали выяснять причину его такого поведения, он сказал, ну как же, сказали, что идет антихрист, воинство его. И, конечно, в силу трагогомичной ситуации в России, но, понимаете, дело в том, что в России в глубинке масса населения не имела опыта общения с иноверцами и иностранцами. И, конечно, представьте себе, уездный городок, где один раз видели на ярмарке перца за всю его историю, и вдруг, представляете, в город входит калмыцкий полк. Представляете, что такое, какая-то картинка. Естественно, решили, что сказали, что будет антихрист, вот они, пожалуйста, понимаете, в конном строю идут городок брать. Да, кстати, вот такая же вещь. На Кавказе, например, это к вопросу о незнакомстве с иностранцами. До какой степени русские были не готовы к общению, не было опыта общения с иноверцами и иностранцами, насколько дикими выглядели для них появление иноземцев на земле во многих регионах. Вот это было воспринято. На Кавказе, например, один русский солдат застрелил своего офицера ночью. А когда его спросили, почему, он сказал, что он говорил по-бусурмански. Немец говорил со своим братом немцем, адзейцем, приехавшим в полк. То есть, если бы этот солдат был из Петербурга призван, то, скорее всего, он бы, так сказать, на слух, он бы определил, что это немец с Васильевского острова, понимаете, булочник. А человек, призванный из Средней России, до него, он говорит, вот это язык, он абсолютно ничего не говорящий. И это надо иметь в виду, что до этого русская армия, русское население никогда, по многим писателям, никакого иностранца не видела в глаза. И эта кампания закончилась для России, я бы сказал, более чем печально. Началась она тогда довольно нехудо. Были даже сражения, то, что называется, в ничьё. А закончилась она катастрофическим поражением при Фридрянде. Катастрофическим поражением. Причём, если потери были не столь велики, да, но армия была деморализована, и вот под Фридряндом армия бежала, понимаете. Вот почему было такое вот щемящее чувство и такое вот особое отношение к поражению под Фридряндом, понимаете, что оно было не столько тяжёлым, понимаете. То есть больше мы народу теряли там и пушка, и всё прочее, понимаете. Но вот так вот бежать, понимаете, в такой вот, ну, в таком паническом таком состоянии, понимаете. Вот под Сырлицем много потеряли, понимаете, там была кровавая каша, там дрались, понимаете. Да, там потери большие и всё прочее, понимаете. Но там всё-таки дрались, понимаете. А здесь вот, ну, здесь армия побежала, понимаете. Она была деморализована там, ну, долго о этой войне можно целую лекцию, так сказать. Достаточно сказать, что армия была деморализована тем, что у неё сбежал главнокомандующий. Потому что, когда начиналась война, назначили Каменского, фельдмаршала, вытащили, как Евгений Викторович сказал, за Нофталина, понимаете, старца, да, и отправили воевать, понимаете. Вот. А у него произошёл нервный срыв, понимаете. Главнокомандующий сбежал из армии, приказал армии бежать, куда попало, сдал командование, самовольно уехал, понимаете, бросив всё. И, то есть, ну, неслыханная совершенно вещь, да, вот, так сказать, уже. Потом приехал, принял командование Бениксен, он был не худой, кстати, полководец, да, у нас он таким, описан в основном чёрными тоннами, но в военном деле он понимал, понимаете, но понимал в военном деле именно в полководческом, понимаете, но он не знал, что война делается тремя вещами – штыком, лопатой и ложкой, понимаете. Вот он про штык и лопату он знал хорошо, вот это у него было на пять, да, может, там, на четыре с плюсом, да, но кол у него был насчёт ложки, понимаете, он как-то не понимал, что солдат вообще надо кормить каждый день, понимаете, и лошадь желательно кормить каждый день, понимаете, и что если солдата там таскают куда-то там с места на место, то нужно время там, чтобы он отдыхал, чтобы ему сапоги выдавать и так далее. Вот это, понимаете, не понимал вот абсолютно, понимаете, ну, как, вот, знаете, вот нету гаечки у него был такой, не было гаечки, и всё, понимаете. И поэтому армия голодала, понимаете, армия была голодала, а голодающая армия, она всегда деморализована, понимаете, и вот достаточно было такого надлома в сражении под Фредлинном, и вот, так сказать, кончилось это всё печально. О том, что армия голодала, даже есть в романе Алексея Толстого «Война и мир», там «Машкин корень», там какой-то, так сказать, гусар ели, понимаете, если посмотреть это было. Так, затем, следующее, русско-шведская война 1808-1809 годов. Это вообще даже очень странная война. Значит, Наполеон был очень заинтересован в русско-шведском конфликте. Значит, Швеция являлась дырой в системе кондитальной блокады. Как вы знаете, Наполеон хотел задушить Англию блокадой, так, чтобы английские корабли не могли приходить, так сказать, в порты на континенте. Швеция была против этого, но Наполеон себе ничего сделать не мог. Нет, у него войск было достаточно, чтобы, так сказать, Швецию до самого полярного круга покорить, да? Но их нужно было перевозить морем и снабжать морем. На море господствовали англичане, поэтому деваться было некуда. И тут нашелся, так сказать, русский друг Александр Первый, который, так сказать, был заключен в мир телезийский, да? Который и Россия попала под, скажем так, в сферу влияния Франции. И вот, так сказать, началась война. И война эта традиционно объясняется, ну, о ходе боевых действий я много рассказывать не буду. Скажу только то, что здесь впервые русские столкнулись с партизанской войной. Потому что когда русские войска, ну, довольно легко и быстро заняли территорию, населенную территорию Финляндии. Когда финляндисты из двух территорий населенные, да, и, так сказать, северные практически населенные. Вот, назовем, пока она захватила населенную территорию Финляндии, на ней разгоралась партизанская война. Причем партизанская война суровая, я бы сказал, конкурирующая по своей суровости и жестокости с тем, что у нас произошло, так сказать, поздней осенью 12-го года. Вот, то есть там картинки этой войны, они, ну, самые, что у них есть, ужасающие. Причем обе стороны, понимаете, обе стороны там. То есть какое-нибудь там отрубание головы или там повешение, это считалось легкой смертью для обеих сторон, понимаете. Вообще обе стороны, что называется, изощрялись просто в том, чтобы вот, чтобы он не так скоро умер, понимаете. Чтобы умер обязательно, но не так скоро, чтобы почувствовал, понимаете. Это, и это длилось несколько месяцев, да. Ну, в конечном итоге, так сказать, русская армия оказалась, конечно, гораздо сильнее. Вот, русские войска совершили беспрецедентные переходы через замерзший Ботнический залив. Там, так сказать, чем потрясли Швецию, да, потому что только во время Северной войны еще русские войска появлялись на шведском берегу, да. Правда, там это было поначалу таким отдельным эпизодом. Это уже потом вокруг Ботнического залива пошли, так сказать, войска в сторону Стокгольма и принудили шведов заключить мир на тех условиях, которые диктовала Россия. Но война, в конечном итоге, была выиграна, и Россия приросла Финляндии. Вот, что любопытно, традиционно обе стороны, и российская, и, как ни странно, финская, ну, считаю, что вот присоединение Финляндии к России было таким таким... имело государственные резоны, да, что граница от Петербурга наконец-то отодвинулась. Ну, должен сказать, что, конечно, граница отодвинулась, да, но смысла, действительно, военно-стратегического в этом отодвигании не было. Ну, потому что все попадаются на такую... попадаются на такую уловку. Говорится о том, что граница проходила слишком близко от Петербурга, действительно. Когда граница от Петербурга проходила по реке Сестре, то есть какой-то там в седьмой линии, в седьмой зоне электрички, да, тарифа, железнодорожного тарифа, это малоприемлемо. Но тогда-то она проходила не в седьмой. Дело в том, что, во-первых, была Северная война, когда русская граница продвинулась за Выборг, да, и потом была русско-шведская война 1741-го, 1743-го годов, когда русская граница продвинулась вон куда, на границу... Так, чтобы не уродить. Потом. Вот где проходила граница. Вот Выборг. А вот где проходила российская граница. На 180, в некоторых местах, на 300 километров западнее. И образовался практически непреодолимый рубеж. И никто никогда не собирался наступать на Петербург через Калейский перешей. В 1788 году, когда загорелась очередная русско-шведская война, шведы что сделали? Они попытались выстить десант на южном побережье Финского залива, в районе Красной Горки. Понимаете? А десантные операции – это самые сложные, самые опасные военные предприятия. Так вот, шведы решились на самое опасное военное предприятие, которое только можно придумать, вместо того, чтобы идти по своей родной территории. Понимаете? И когда говорится о том, что слишком близко была граница к Петербургу, то это говорят уже о 911-м годе, когда великому княжцу Финляндскому был обратно возвращен Карельский перешей, захваченный во время Северной войны и русско-шведской войны 41-43-го годов. Понимаете? Да. Понимаете? Здесь я вам скажу как государственник. Да. Я не хочу иметь противника в восьмой зоне тарифа электрички. Понимаете? Нет. Не хочу чужое государство. Мне спокойнее, когда оно дальше. Понимаете? Но тогда-то, когда Финляндию присоединяли, граница была совсем в другом месте. И потом выяснилось, что все военные считали, что самое удобное место, если уж браться, так сказать, если считать Финляндию плацдармом для нападения на Петербург, то лучше всего это сделать в городе Приморске, да? В нынешней, бывшей Бьорке, да? Более места, более идеального для высадки десанта и последующего цепления в Петербург просто не существует, да? Наш нынешний порт Приморск. Это вот самое идеальное место, которое, как мы видим, лежит далеко за той территорией, которая была. Ну, короче, так сказать, Россия получила занозу, от которой, вот, так сказать, благополучно избавилась только в 1917 году, да? Экономического профита никакого. Вооруженные силы России не приросли за счет, так сказать, контингентов от двух миллионов финляндцев. То есть, во внешнеполитическом плане, одно из самых невыгодных, что называется, предприятий. Так, да, и надо сказать, что война эта, русско-шведская война была предельно непопулярна в обществе. Обычно, как бы, так сказать, каждая война вызывает такую волну патриотизма, а вот война 1808-189 годов была предельно непопулярна в русском обществе, потому что все понимали, что, так сказать, Россию на Швецию натравили французов. Итак, мы видим, что Россия с 1993 года с известной регулярностью имела военные столкновения с французами, да? И все эти столкновения закончились, ну, скажем так, для нас малоудачно. Малоудачно. Во время боевых действий французское командование заметило, что, так скажем, выучка русских войн достаточная, там, их качество, качество военных, и поведение их на поле боя, так сказать, вполне соответствует всем требованиям, а вот организация командования, что это руководство, так сказать, высшего и чуть ниже, чем высшего уровня, оно, мягко скажем так, оставляет желать лучшего, да? Потому что практически все сражения, вот такие крупные и проигранные сражения мелкие, практически все они были, действительно, их можно прописать, то, что называется бездарности командования, да? И когда французы, так сказать, подумали, а что делать, так сказать, в дальнейшем, то, естественно, они это имели в виду, да? То есть огромная российская военная машина французам, так скажем, не казалась такой и грозной, да? Потому что у них за плечами были, так сказать, за плечами были, как минимум, две победы, в двух компаниях, в трех компаниях, простите, да? В трех компаниях у них были победы, причем без, так сказать, при всех пассажах о героизме войска, это, так сказать, они остаются фактами. Теперь еще, вот, так сказать, так, ну, ладно, это я оставлю лучше, да, для другой лекции. Это о внутренних, о том, что Россию подталкивало, так сказать, кроме внешнеполитических, ну, Россия – великая держава, она, как с Петра, она была вынуждена платить по счетам великой державы, да? Великодержавное состояние предполагало вмешательство во, так сказать, во все крупные международные вопросы. Почему надо вмешиваться? Потому что великая держава, все, точка. Кстати, нет вопросов, да, там различные нюансы, но принцип остается такой. Великая держава, великая. Вопросы могут решаться без великой державы, не могут все, значит, мы этот вопрос, так сказать, в большей или меньшей степени, но деваться некуда, да? Ну, кроме, еще раз повторяю, внутренних причин, нет, все-таки, о внутренних причинах будем говорить на следующий раз. Теперь, поскольку я уже час отговорил, обещал говорить чуть-чуть, час с небольшим, теперь он… да, простите, я совсем забыл, еще была русско-турецкая война 1862-1812 годов, да? Русско-турецкая война 1862-1812 годов, закончившаяся, ну, это вот преддверие уже, так сказать, нападения Наполеона на Россию, и, естественно, она, вот, сыграла свою роль, потому что, когда говорят, вот, там русские войска были распылены, там, то-то-то, понимаете? Огромные русские силы находились на юге, потому что только что закончилась война, понимаете? Их невозможно было посадить в вагоны, понимаете, и, так сказать, ускоренным образом перебросить куда-то, понимаете? Армия ходила пешком, понимаете? Да, причем при переходах, вот, будет лекция о реалиях военного времени, переходы для армии не менее губительны, чем боевые действия, понимаете? Потому как вот мне рассказывал один грек, он в турецком архиве, мы с ним заговорили на эти темы, он сказал следующее, как-то турки, по-моему, это было в 17 веке, затеяли какой-то большой поход на Россию, вот, и там планировалась высадка в районе нынешнего Николаева и Херсона, так сказать, огромных сил, затем движение на Москву, да? Но нашелся какой-то, так сказать, грек, так сказать, в элите турецкой было много, так сказать, этнических, представители других этнических групп, да? Да, и вы какой-то грек, какой-то визирь, понимаете? Он там на пальцах показал, что вот, конечно, армию там полумиллионную доставить можно, снабдить ее можно, но до Москвы она не дойдет. Вот просто по математическим расчетам, он там сказал, что был какой-то у них поход у турок там на Иран, да? Вот примерно такое расстояние прошли и воевать не пришлось, почему? Потому что армии не стало, понимаете? То есть вот армия при движении, она просто тает, вот как льдина в талой воде, в теплой, понимаете? Она двигается и тает, да? И вот она может проплыть какое-то расстояние. И потом ее не надо ни колоть, ничего с ней делать, она сама растает, да? Так вот этот грек объяснил только, что не надо на Москву идти, это бесполезно, потому что даже если московицы будут там бежать и прятаться, да, все равно ничего не сделаем, мы просто до нее не дойдем, потому что это нереально, да? То есть вот это очень важная вещь. Итак, вот, так сказать, отделение. Теперь я вернусь к вопросу о том, почему Отечественная война так вот отделяется от прочих перечисленных военных предприятий России конца 18-19 века. Ну, прежде всего, это, как я уже сказал, особое место событий в национальном историческом романе, да? И вот примешивание иных сюжетов, а все эти, так сказать, войны, это иные сюжеты, да? Они, так сказать, портят этот роман, да? Его текст делают трудночитаемым, да? И вот участник боевых действий и участник складывания исторической традиции, да, Федор Глинка писал, послушайте внимательно, «Война 1812 года неоспоримо называться может священной. В ней заключаются примеры всех гражданских военных добродетелей. И тогда будет история сей войны лучшим похвальным словом героем, наставницей полководцев, училищем народов и царей». Знаете, все. Вот уже первого достаточно. Знаете, как был такой маршрут-тюрен французский, когда он приехал к одной крепости и заявил претензию к коменданту крепости, почему крепость не салютовала штандарту маршала Франции, да? Комендант ему ответил, тому есть несколько причин. Во-первых, нет пороха. Он сказал, достаточно. Так вот, так сказать, тот же самый случай. Достаточно, да? Так вот, знаете, уже одно объявление войны 1812 года священной, отделяет ее от всех прочих событий. Была русско-шведская война священная? Нет. Русско-туристская? Нет. Позорный австрийский поход 1809 года, когда нам пришлось, так сказать, волей-неволей участвовать в походе против бывшей и будущей союзницы Австрии, плечом к плечу с бывшим и будущим противником Наполеоном, понимаете? То есть совершенно была идиотическая ситуация, да? Ну, все из этих войн. Какие-то можно за священные? Нет. Это уже первое, это достаточно, понимаете? Чтобы она, чтобы ничего не примешивалось, да? А ко всему прочему, понимаете, там она похвальное слово героям. Ну, героев можно было найти в других войнах, да? Наставницы полководцев. Там сразу порвали Аустерлист, Фридланд, понимаете? Там евроско-турецкой войне были конфузы, понимаете? Там много чего было, понимаете? И вот можно сказать, что вообще события 1812 года отделялись от прочих военных действий, от прочих компаний России того же периода, про другие я вообще не говорю, да? Как вот, знаете, как праздничное от повседневного, как вот духовное от мирского, понимаете? То есть вот только чистыми руками, понимаете? Вот до этого можно дотрагиваться. Вообще не трогать, да? И вообще множество вот таких социокультурных реалий работало на том, чтобы эта война была вот другой, понимаете? Что вот эта война другая. Вот все войны вот как воины, понимаете? А эта война другая. Она вот всё время определилась другой, да? Вот. Вот что интересно. Все войны России, ну, с заключением проигранных, естественно, да, почти все войны России выигрывали. Все сопровождались пророщением территорий, понимаете? Это даже когда мы выиграли русско-австрийскую войну 1809 года, ну, мы её не могли не выиграть, естественно, в союзе с Наполеоном, да? России достался Тернопольский округ. Надо сказать, что это вообще присоединение к этой территории в России было вызвано, вызвало такое, знаете, такое чувство такого национального унижения, понимаете? Потому как, с одной стороны, это всё-таки была какая-то территория, понимаете? Но это, знаете, как великие державе дали, так сказать, чупа-чупс, понимаете? Вот что-то такое, понимаете? Представляете, колоссальная держава, да, вот от Балтийского моря там до Мексиканского, чуть не, до Калифорнийского залива, понимаете? Даже Калифорния-то ещё наша была в это время, понимаете, да? До Калифорнийского залива. И ей, так сказать, вот с барского плеча вот округ дают, понимаете? Который мы, честно, в 1815 году вернули. Когда все кончились, наполеонские дела, мы, Австрии, так сказать, сказали спасибо, 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 больше не надо, понимаете? Как такую, как позорную память, да, так сказать, отдали. А так нас наградили, Наполеон нас наградил, так сказать. Выиграли войну, выиграли, получите своё, так сказать, как же кусочек. А вот в 1812 году мы ведь ни кусочка земли не получили. Что мы получили в Балтийске? Спасение Отечества и славу, понимаете? Во всех столе войнах хоть что-то мы, так сказать, доухватывали, да? Ну, понятно, что в 1812 году, через два столетия Польши Смута, Россия впервые вела войну на своей территории, да? До этого мы все воевали, так сказать, на земле чужой. А затем... Ну, о внимании я уже сказал, да? То есть, о мнении французов о нашей армии, я уже сказал. Но ещё есть одна очень важная вещь. Понимаете, вот без должного внимания кампания на наполеоновской эпохе трудно обозначить многое, происходившее в 1812 году. Понимаете? Вот известно, что как-то большой нелюбовью в русской армии пользовался Барклай, да? Даже вот такая... Ну, не любили Барклай. Ну, вообще есть такой феномен Барклая, о котором мы будем говорить на следующем, я буду говорить на следующей лекции. Понимаете? Ну, как-то вот так вот... Знаете, не бывает так, что человека вот так в раз и не полюбили, да? Понимаете? Но дело в том, что... Во-первых, Барклай был военным министром и многим как бы был неугоден, да? Но самое-то главное, понимаете? Барклай наступил вот на больную мозоль вообще огромному числу высших офицеров. Он за два года скаканул из генерал-майоров в полные генералы. Понимаете? Пережить это люди, которые прошли гораздо больший срок, вот так сказать, протянули, ну, этого не могли. Понимаете? Ну, такое не прощается никому, понимаете? Понимаете? Ну, вы представляете себе, когда человек делает стромительную карьеру, так сказать, буквально там за год, за два делает то, что другие делают десятилетия. Понимаете? Ну, многие его не любят, понимаете? Уже не любят. Так вот, Барклай уже 12-й год. Говорят, вот он там отступал, и вот там все прочее. Да на него с зубовным скрежетом смотрели еще за год до войны. В 809 году его ненавидела вся армия. Понимаете? А его еще на голову посадили всем, назначив фактически главнокомандующим. Понимаете? Это, ну, неслыханно. Понимаете? Не зная всех этих вещей. Понимаете? Ведь эти все люди, которые участвовали в 19-м году, все переплетения характеров, событий и все прочее, это все вот из этих воин предшествующих, из сопутствующих и так далее. Понимаете? И без этого вот картинка получается неполной. А отделение здесь, опять же, такое, ну, я позволю себе такую аналогию, ну, взять такой артиста Тихонова. Понимаете? Понимаете? И вот он, так сказать, закрепился в представлениях определенного поколения, как Штирлиц. Да? Но он же Андрей Балконский. Он же, так сказать, там, морячок из оптимистической трагедии. Он же тракторист из известного фильма. Понимаете? Понимаете? И вот эти образы, они вот, они мешают образу Штирлица. Понимаете? Так вот, при написании романа, понимаете, образы Кутузова, образы там всех прочих генералов, героев 19-го года, они мешают при написании романа 19-го года. Понимаете? Поэтому лучше это, это будут отдельные главы, вообще даже лучше отдельные произведения. Понимаете? Понимаете? Чтобы это не накладывается. Вот должна такая, потому что вообще война 19-го года, вот я на одной из последних лет об этом говорю, она червячайно драматична. Понимаете? Драматична буквально в этом смысле слова. Она представлена как спектакль даже, да? Даже не как роман, а скорее как спектакль. Понимаете? Действие первое, да? И знаете, как перед занавесом, да, должна быть какая-то фраза, да? И фраза, он с такими-то молодцами отступать и отступать, да? Занавес, все идут в буфет, да? То есть первое закончено. Потом вторая, опять же, фраза, второй акт закончился, бородинское сражение фили. И Кутуз говорит, ну что ж, мне платить за перебитые горшки, приказом я отступать. Занавес, буфет. Понимаете, да? И последнее перед занавесом, перед, так сказать, война закончилась за полным истреблением неприятеля. Кстати, такой очень, как считаю, что апокрифический документ подлинника до сих пор не нашли, понимаете, с этими словами, да? Но во всех книгах он есть, да, абсолютно. За полным истреблением неприятеля. Все. Оркестр, ну понятно, да, спектакль закончился. И посмотрите, сколько у нас там, там, герой-любовник Багарати, вон, понимаете, все эти схемы, там, первый, второй, третий брат, все это перемешано, понимаете? Никто же какого-то сценария не писал, а писал, там, создавался все это стихийно. Понимаете? Все эти вот схемы, сказки, не знаю, там, прочее, прочее. Потом колоссальное влияние античного наследия. Понимаете? Мы же должны понимать, что люди, начало 19 века, они пропитаны, так сказать, вот античной историей, да, и все аналоги. Если читаешь любые воспоминания, даже военные документы, там у нас везде фермопилы, канны, леонид, там, ну понятно, да, то есть все это, то есть вот, я бы сказал так, лексикой, ипотетикой, и все нагружено античной историей военной. Понимаете? И, так сказать, это было наше, вот, наше великое событие. Понимаете? А все эти остальные войны, они так, ну не очень к этому, так сказать, подходили. Понимаете? Вот. То есть, повторяю, было колоссальное количество причин тому, чтобы вот эти войны, ну, дистанцировать их от этих самых. Кстати, как мы знаем, что представление о войне 1812 года основное, это Лев Толстой, война и мир, да? Поколение людей представляют собой события 1812 года так, как написал Лев Толстой. Что и есть у Льва Толстого об этих войнах. Какие-то очень смутные слова про русскую, про компанию в Пруссии, и то там какие-то связанные с тем, что надо было куда-то там объяснить, куда девался Васька Денисов, да, куда-то, так сказать, там, действия там, по сюжету надо было это что-то продлить. Там, и какие-то глухие, ни об одном сражении ничего не сказано, сказано только, что армия голодала, ну, потому что вся Россия тогда знала, что армия там голодала насмерть просто, да? Раз, и русско-шведской войны нет, русско-турецкой войны нет, нету больше ничего, понимаете? Больше ничего нет. Почему? А? А, устралиц есть, 1805 год есть, да, 1805 год есть, да, это естественно, да? А? Тильзит есть, да, нет, ну, нету ни шведской войны, нету, нету, то есть больше ничего нету, понимаете? Все это берется, так сказать, вот, 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 начинается, вот, и, надо сказать, что эта вот традиция отделения, она вот объясняется вот особым местом войны 1912 года в нашем, по сравнению, национальном романе, понимаете? Что все на это работает, чтобы вот подальше быть, чтобы война была, чтобы война была отдельно. Потом это закрепляется в историографической традиции, потом, понимаете, еще какая вещь очень важная? В России к концу 19-20 века был очень такой распространенный жанр полковой истории, да? Были написаны полковые истории многих полков, участвующих в войне. Военные все их читали, это было такое, знаете, обязательное, практически, чтение в воинских частях, да? И они вот тиражировали эти представления о том, как, что происходило, и внедряли их, вот, так сказать, то, что называется массовое сознание, потому что тогда телевидения не было, так сказать, вот были другие механизмы. Вот так, за всем все. Спасибо, готов выслушать вопросы. Да. Это, вы знаете, это все времена и все народы, понимаете? Это вот такое родовое, понимаете? Упаси бог, если кто-нибудь подумал, что это русские, там, так сказать, военачальники, так сказать, только этим крышут. Ничего подобного, понимаете? Знаете, если сравниваешь революции, так сказать, документы военные обеих сторон, есть такое труднопереводимое на иностранном языке русское выражение, оба вы хороши, понимаете? Понимаете? Так вот, оба они хороши. Это общее. И читайте любую, не знаю, какого времени документы. Если документ идет о победе, то начинается он со страшного, свирепого натиска противника. Причем натиска, как правило, бывает три, понимаете? И вот самый критический момент, когда уже все уже, казалось бы, пропало, понимаете, вот в этот момент, наконец, так сказать, ну, и, понимаете, и начинается путь к победе. Нету ни одного документа, свидетельствующего о победе, понимаете, в котором бы не было вот такого, понимаете, начала, такого, знаете, такого громыхающего, такого начала, насраживающего, понимаете? Обязательно, обязательно. Обязательно присутствует разного рода пассажи о храбрости, там, ярости, не знаю, отваге, умении неприятеля, понимаете? Потому что вещь обязательна. Поэтому очень забавно, когда в качестве оценки кого-то, ну, указывают, что вот даже противники об этом говорили. Понятно, что противник об этом обязательно скажет. Так как же, с кем же мы тогда воевали-то, понимаете? Это тоже обязательная вещь, понимаете? Потом, ну, знаете, вот в жанре этих реляций еще очень важная вещь, допустим, понимаете? Ведь нужно человека было наградить, допустим, знаете, вот один момент очень важный. Человека нужно наградить орденом. У каждого ордена есть статут, в котором четко прописано, за что дается этот орден. Поэтому если человеку надо было дать этот орден, то надо было написать в соответствии со статутом, понимаешь? Тем более, что еще, вдобавок ко всему, было еще отягчающее обстоятельство. Ордена давались по соответствующей схеме. И после получения такого-то ордена, такой-то степени, можно было... Понимаете, если у него этот орден был, то он должен был совершить подвиг, соответствующий статуту в следующей степени, идущий за ним, понимаете? Ну вот. Хотите вы этого, надо человеку орден дать? Надо, понимаете? Да он храбр. Но он, понимаете, тот же подвиг совершил, что и в прошлом бою, понимаете? А он должен совершить другой подвиг, по другому статуту, понимаете? Поэтому это вот написано. Это ведь особая вещь. Причём ещё, ладно, вот ситуация на европейских полях боевых действий, когда картинку видело несколько человек с разных позиций. Например, во многих случаях реляция командира отряда, она же первая, она и последняя. Вот вам Северный Кавказ, например. Написал командир реляцию о том, что они делали в этой экспедиции, и всё. Никто никогда не проверит, что было, и вообще было ли это на самом деле. И документально отмечено, что были случаи, описания боевых действий, которые вообще не происходили. Вообще ничего не происходило. А бой там был с трупами, с победами, с трофеями и так далее, и так далее. Понимаешь, какой год. Это стол шереда. Причём, повторяю, во всех армиях, во всех войнах. И некий контроль, только в тех случаях, когда много глаз видела. Чем больше глаз видела и чем больше рук писала об этом, тем усреднённее получался текст. А чем меньше глаз видела и чем меньше рук писала, понимаете, там фантазийность, как говорится, так это, как называется, экспонента, да, так сказать, вот. Это, это вещь. И, понимаете, был такой генерал Свечин, да, преподаватель Академии Генерального Штаба. Человек, который написал массу работ по военной истории, в том числе по полевой истории, понимаете, и на закате своей военной карьеры, и военной, и вот писательской, да, и исторической. Он написал следующую фразу. Впрочем, все документы, которые оставляет война, весь ворох документов, которые оставляет война, является только описанием намерений командования. Всё, точка, понимаете? Это вот намерения были, понимаете, вот они их написали. И потом масса свидетельств, например, во время русско-японской войны, казалось бы, уже такой период, да, во время русско-японской войны выяснилось, вот один из наших аспирантов этим занимался, выяснилось, что журналы боевых действий, описывающие, кто куда пошёл, с кем воевали, да, заполнялись офицерами, приехавшими из России через два месяца после окончания военных действий. То есть военные действия кончились. Из России приехали офицеры, которые французам, ой, простите, японцам глаза не видели, да, им сказали, журналы у такого-то там 123-го забайкальского стрелкового полка боевой журнал не заполнил. Они говорят, а что мы... Должно быть запомнено, понимаете? И вот такой толщины страниц по 150-200 журналы, подробности, на какую сопку пошли, с какой были... Понимаете? Это вещь совершенно, так сказать... Поэтому я вот говорю, что событийная история войны, да, она, возможно, бессмысленна. Я всегда с этого начинаю, чтобы... Ну, события как? Чем закончился бой? Кто отступил, да, кто ушёл в поле боя, да? А кто куда зашёл? Вот сейчас будем говорить о Бородинском сражении. Есть такая прелестная книга, Ивченко, понимаете? Бородино, русская версия событий, понимаете? Человек разбирается с этими списаниями, понимаете? Но первое, на что не обращают внимания, что огромное число рапортов... Бой был 26 августа по старому стилю, да? Огромное число рапортов. Через месяц написано и даже через два, понимаете? А мемуары, по которым застроиться, вообще написано через годы, понимаете? Это... 27 августа это было поражение, ушли, так сказать, в унынии покинули, прошли 2 сентября Москву, да? Вон. А рапорт писали, когда уже всё, Москва сгорела, понимаете? Представляете, что люди ушли? И по этим рапортам пытаются, так сказать, постановить, что происходило с утра 26 августа. Потом, война – это всегда стресс, понимаете? То есть, понимаете, как человек описывает? Одно дело – описать, как я вот... Что я видел, и сидя на лавочке, понимаете? А другое дело – когда рядом смерть, кровь, понимаете? Грохот и вообще это... Знаете, что это война, да? И ждать от человека адекватного восприятия, так сказать, это просто некорректно, понимаете? Просто невозможно. Ой, вы знаете, этот вопрос очень сложный, действительно. Ну вот я уже говорил, как выглядела реляция о сражении под Устерлицем. Вообще, писание этих сообщений, оно ведь – это такой совершенно особый жанр. И доверялось оно, вот то, что выходило, так говорится, на широкую публику, людям самым, что ни на есть доверенным. Вот здесь я сейчас как-то сразу вам не скажу, какая была механика... Ну, составлялась, естественно, в штабе, да? И многие реляции, или практически все проходили, так сказать, вот одобрение самого Кутузова, там, ну, соответствующих, так сказать, высших командиров, да, Барклая, Бакартиона и так далее, в зависимости от кого они шли, да? Ну, журнал боевых действий подписывал, основу для информации подписывал, естественно, главнокомандующий, да? Была такая форма отчёта, журнал боевых действий, да, который, собственно говоря, и является во многих случаях основой для создания исторической картинки событиями, да? Но вообще, внимание к информации из районов боевых действий было очень чайно велико, и за этим пристально следил сам император. Сам император, да? И, по крайней мере, вот сейчас я бы, меня немножко в располагу застали, как было с Александром, потому что я, как-то знаю, так эпоху Николая, да, больше Николая и Александра Второго. Так вот, там лично Николай Первый и наследник Александра Второй, и затем уже сам император Александр Второй, они лично просматривали те сообщения, которые будут публиковаться в военном, простите, в русском инвалиде, о боевых действиях на Кавказе. Лично, да? А во время Крымской войны лично военный министр Долгоруков и кто еще, Марина, напомните, кто-то начальник главного штаба. Ну, понятно, да, то есть это высшие-высшие люди, вот самый-самый-самый верх, да? То есть они цензурировали и, вот, так сказать, выдавали. А потом уже это тиражировалось, так сказать, в других средствах. То есть Николай Первый, например, регулярно, допустим, я смотрел сводки, вот, ну, донесения из Кавказа, да, за 30-е и 40-е годы, ну, не знаю, процентов 90 правленные Николаем Первым или Александром Вторым. Там трудно сказать, кто, но они вместе, так сказать, постоянно, вот, правили. Потому что у одного и другого были красные карандаши. Так вот они красными карандашами правили, поэтому там трудно сказать, кто. Причем аккуратно там в нескольких реляциях шел слово «деспот». Они Шамиля называли деспотами, командующие, а эти деспоты везде, так сказать, вычеркнули, написали «разбойник». Вот, почему-то вот деспотам не понравился Николаю Первому. Это Николаевская премия еще, Николаевская. Везде были «разбойник» написаны. Так что очень внимательно. И, конечно, картинка подавалась такая очень, скажем так, официальная, да, и основная информация, конечно, шла на уровне слухов, понимаете? Потому что вот эти укруглые фразы... Вообще это обычная для всех времен вещь, понимаете? По публикациям в газетах трудно было понять, что происходит в Крымскую войну, понимаете, в регионах. «Ленинградская правда» в 1941 году, понимаете? Ни слова не сказала о каких-то боевых действиях по приближению к Ленинграду. О том, что немцы прижили... Я внимательно смотрел с 22 июня 1941 года «Ленинградскую правду». Понимаете? И примерно так, когда блокад был уже взят в Руссельбург, там такие фразы, что возникла ситуация, в связи с которой предвидятся сложности в снабжении города некоторыми видами продуктов и промышленных товаров. До этого о том, где немцы в Пскове, в Луге, в Кингисеппе, ни слова. В одном случае было написано, что идут бои на Кингисеппском направлении. Больше никакой информации. Ленинградцы, где немцы, из ленинградской правды, ничего не могли узнать. Зато там были описания действий таких-то танкистов Н-ской части, летчиков Н-ской части, там та-та-та-та-та-та-та-та, эхо прочего. Нет ни слова, ни одного упоминания о наступлении немцев на Ленинград. До захвата Шестидбурга 8 сентября, да, у нас она, да? До 8 сентября. Ни слова, ни одного. Вы знаете, тут это сложно сказать, Потому что вся историография войны 12-го года, как она начиналась... Собственно говоря, первая работа о войне 12-го года была опубликована в 1813 году. То есть на следующий год, Шарумовская. И с моей точки зрения происходило вот такое вырастание из истории, исторического сочинения о войне, из такого симбиоза истории воспоминаний и разного рода рефлексий. Потому что первая историография – это участники войны, участники войны разного уровня. И навыков больших, военные истории европейские. Дело в том, что ведь историография – это военная, в Европе существовала, и довольно большая. И вот большинство людей, ну, по крайней мере, все, кто писал о войне 12-го года, скажем так, в первой половине 19-го века, это все люди, так сказать, легко читавшие по-французски и по-немецки, практически все, все они образование там позволяло, и, безусловно, имеющие представление, как пишется военная история. И вот эта история до 40-х годов, до 30-х, 40-х годов – это история, ну, такая, написанная по образцу и подобию европейских военных историй. Понимаете, там, не знаю, о Морисе-Саксонском, понимаете, и прочее, так сказать. То есть существовавшая к тому времени уже огромная традиция. И вот в этом смысле, мне кажется, это был такой симбиоз, попытка, и, с моей точки зрения, довольно удачно, попытка написания лично пережитого по образцам, так сказать, уже имевшимся. Это первое. А так, конечно, это все-таки вот Михайловский-Данилевский. Это Александр Михайловский-Данилевский. Но, в смысле, военная история, она всегда особая история. Ведь в ней, прежде всего, очень важная вещь. Я вот говорил слова Глинки, понимаете, наставница. Знаете, в ней высока дидактичность. То есть военная история, в определенном смысле, утилитарна. То есть хотят получить рецепт, как воевать. Ведь не случайно, это было на уровне, так сказать, психопатии в Российской академии генерального штаба, где военная история занимала непозволительно большой объем в курсах, понимаете. Всех потрясало, что русский генералитет изучает там, понимаете. Это колоссальное количество часов было на это отведено. И поэтому, да, как воевать. То есть хотелось бы такой рецепт должен был найти. И в этом плане, вот война 1815 года, историю, она была очень выгодна, потому что там все было. Отступление, наступление, мощное сражение. Ну, в общем, все было. Чего нужно учить военному человеку? Там все есть. Причем на нашем материале. Раз. И второе, то, что почти все наше можно сравнить с чем-то античным. Понимаете, это было тоже очень важно. Поэтому это вот сложно ответить на ваш вопрос, Миколаевский. Но это повторяю, что военная история, да, она все-таки, это вот не совсем та история, которую мы понимаем. Это все-таки такой отдельный департамент немножко, понимаете. Не отвечающий, я бы сказал, что вот писатели-историки войны 1912 года и Карамзин, они такие параллельные, понимаете, существующие. То есть это не политическая история и не экономическая, понимаете. Это военная история, которая должна в конце концов дать ответ, с какого фланга нужно зайти, понимаете, в какое время. Это вот, ну вот, особый жанр. А когда в первой катюзке исследовали войну? Ладно, тоже где-то в 13-м или 14-м году. То есть, по крайней мере, еще шли походы, понимаете, а уже, так сказать, писатели. Понимаете, они очень плавно, тут трудно сказать, когда вот появилась первая работа, понимаете. Вот человек в 13-м году, написавший участник войны, понимаете, вот что это? Ну, знаете, исследования, эти мемуары, понимаете, в архиве он практически не был. Почему? Потому что он-то все видел, понимаете, как бы своими глазами. Он слышал рассказы, понимаете, это oral history местная была, понимаете, такое современное, так сказать, ему сослуживцы рассказывали все это, вот и были его источники, понимаете, так сказать. Считать это историей или каким-то, так сказать, таким сплавом истории мемуаров, ну, как, это такое определение жанра, оно здесь очень затруднительно, потому что такой четкий каких-то границ нет. Потом, это историография очень заметная вещь, когда, пардон, так сказать, перемерли все участники войны, понимаете, вот следующий, так сказать, этап развития историографии войны 12-го года, и когда пардон умерли и перестали влиять, так сказать, на создание участники войны, понимаете. Вот они умерли, так сказать, в конце царства Николая I, понимаете, и вот всем стало можно все говорить. Да-да-да, тут Лев Николаевич, так сказать, разразился. Ну, он, так сказать, все-таки, так сказать, и там, и за Михайловским, и Данилевским, и подвергался критике. Причем при всей барской иногда пренебрежении историков, так сказать, к Льву Николаевичу военных, понимаете, они его все-таки держали за, ну, как бы, за своего, понимаете, это не так всерьез с ним полемизировали, и так, вот. И даже включали некоторые произведения в текст, понимаете, были случаи, когда включали произведения в текст сочинений, которые, ну, по крайней мере, претендуют на научность. Вот было такое издание, господи, отечественная война и русское общество, да, многотомное издание, юбилейное, там, масса историков и все прочее. И вот в одной из работ профессиональный историк, понимаете, сделал ссылку на Толстого, вообще по всем правилам, цитата, цифра, цитата, кавычки, цифра, сноска с показанием на страницу, понимаете. Ну, это очень важная вещь. И вот я буду говорить о Толстом, о его значении, так сказать, для памяти, оно, конечно, колоссальное, потому что тогда литература, сейчас кино, понимаете, и картины. Вот мне, например, один знакомый, один знакомый из Гачинского музея говорит, что практически в каждой группе, которая подходит к экскурсанту, которая подходит к портрету Александра Меньшинского, который там висит, почти в каждой группе находится человек, который говорит, а не похож. Потому что у всех образ артиста Жарова, понимаете, из известного фильма, так сказать, Пётр Первый. То есть, с ним видит портрет Меньшинского, говорит, не похож, ну, совсем не похож на самом деле. Вот, и образ войны, вот в 1812 году он все-таки сформирован в общественном сознании, войной и миром, потому что это очень заметно в популярной литературе. Вот, литература, в массовом числе, выпускавшаяся к столетию войны 1912 года, всякого рода копеечные всякие сытинские брошюрки, там вот это... Лев Толстой просто, вот, дыхание Лева Толстого ощущается очень, так сказать, заметным. Очень заметным. Ну, потому что все читали, понимаете? Не было ни одного автора, который не читал войны и мир. Поэтому, когда он принимался писать брошюрку, там, по нашим масштабам, там, в два авторских листа, понимаете? Конечно, он, так сказать, это получалась выжимка, так сказать, из Льва Толстого. Волей и неволей, понимаете? Волей и неволей. Ну, и плюс там еще, этот, Волк на псарне, так сказать, и Бородино и так далее. Понимаете, вот целый комплекс это, литературных произведений, обязательных для гимназиста, понимаешь? Выученных наизусть. Рассказывают многократно с табуретки, затем не с табуретки, понимаете? Это же все напрочь сидит в голове, понимаете? То есть накрепко, навсегда. Естественно, соответствующая картинка формируется. А вы, историки, хоть убейтесь, понимаете? Все это. О, спасибо.